Как менялись цены на основные продукты питания в Татарстане в апреле? К чему может привести низкая собираемость платежей за вывоз мусора? И насколько подорожал шашлычный набор в этом году? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! Президент Татарстана предложил ввести административную ответственность за неуплату, за вывоз мусора и за отказ заключать договоры с региональными операторами. Дело в том, что сегодня уровень собираемости платежей за вывоз мусора в республике составляет 87% с населения и всего 33% с компаний и учреждений. По словам Рустама Мениханова, низкая собираемость платежей за вывоз мусора может привести к банкротству региональных операторов. Напомним ранее, представители бизнеса жаловались на резкое повышение тарифов на вывоз мусора с начала года. В апреле представитель Казанского Кремля Лилия Галимова согласилась, что тарифы реально завышены, а также не исключило, что власти республики могут их пересмотреть. На сегодняшний день вопрос стоит о том, чтобы сделать в какой-то части перерасчет по тем тарифам, которые реально очень завышены получились, проведут анализ, сделают перерасчет. В части изменения каких-то нормативных документов не исключаем, что произойдет и какое-то изменение нормативных документов, но этим вопросом сейчас занимаются. Что касается платы за вывоз мусора для населения, то теперь тариф рассчитывается не с квадратного метра жилья, а с каждого проживающего человека. Почти по 72 рубля в многоквартирных домах и по 78 рублей в коттеджах. У кого-то может быть стало дешевле, потому что если один человек жил, у него всего лишь 72 рубля. И вот эта сумма у кого-то больше стала, у кого-то меньше. Но если вот много человек прописано, да, значительно это будет дороже именно по мусору. Белокоченная капуста с начала года подорожала в 2,5 раза. Это официальные данные Татстата. Только за прошедший месяц она прибавила в цене 22%. Как правило, весной капуста всегда дорожает из-за того, что заканчиваются запасы в овощехранилищах. Кроме того, на прилавках появляются ранние сорта капусты, которые стоят значительно дороже. Помимо капусты в апреле подорожали лук и морковь, плюс 7 и 5% соответственно. При этом картошка, напротив, подешевела, минус 5%. Также в прошлом месяце продолжили терять в цене сахарный песок и яйца. Их стоимость снизилась в среднем на 2%. Кроме того, цены на мясо кур отыгрывают прошлогоднее резкое подорожание. В апреле стоимость курятины упала на 4%. Продукты есть очень разные. Какие-то дорожают, какие-то дешевеют. Наблюдаются движения и вперед, и назад по разным товарным группам. Плюс очень высокая, очень выраженная сезонность. Поэтому цены на продукты питания, даже при условии, что они в некоем усредненном исчислении растут, это не столь бывает заметно в общей массе, потому что их очень много разных и цены все время меняются. Шашлычный набор за год подорожал на 16%. Таковы результаты исследования одного из операторов фискальных данных. Чтобы приготовить шашлык в майские праздники, граждане должны были потратить минимум 970 рублей. Средний чек покупки порции шашлыка составил 320 рублей. Мангал в среднем стоил 420 рублей. Шумпуры до 145, а средства для розжига до 85 рублей. В этом году спрос на шашлык вырос на 6% по сравнению с прошлогодними показателями. При этом Татарстан оказался среди регионов лидеров по затратам на шашлыки. Это были новости экономики. До встречи.